Добрый день, дорогие друзья! Ну вот и настал этот день. 5 мая, заключительный игровой день регулярного чемпионата Парис Суперлиги. Ухта против Тюмени. Я поздравляю всех наших зрителей со светлым праздником Пасхи. Сегодня несколько даже акций предусмотрено и в Ухте, и в других городах. Все желтые карточки, вот допустим, если футболист получит третье предупреждение в сезоне. Щурок, смотрите, как увлекается. Щурок ворот-то пусты, крутый. Догонит ли мяч Милконян? Не догоняет, счет открыт. 1-0 на табло, Щурок увлекся атакой, как и Гита вчера, но тут совершенно была невынужденная ошибка, поскольку не был под давлением, можно было раньше расстаться с мячом. Вчера Филиппе Парадинский оформил хит-трик. Дафтадзе, выход 1 на 1. 2-0. 2-0. Одинаковый, буквально аналогичный, полностью копированный первый тайм со вчерашнего. Контрол-Ц, контрол-В. Две ошибки Ухтинцев. Также вчера и Гита ошибся, и Филиппе Парадинский. Только сегодня вместо Гита ошибся в первом забитом пропущенном мяче Кирилл Щурок. Ну, что-то как-то сегодня зашли. Совершенно неважно, футболисты. Ух ты! Ух, Артур Милконян спасает команду от 3-0. Бруно, Бруно в дальний угол. А почему не покатил на Артура Милконяна, который был один? Ну и Бруно уже бил. Бруно с носка пробьет. 2-1. Бруно забивает свой первый мяч сегодня. Пробросил между ног и пробил в дальний угол. Бруно. Рафаэл Бруно. Много забитки мячей, да и вообще. А вот и еще один гол. Угавтадзе 13 минута. Смотрим розыгрыш. И с левой ноги удар. По-моему, был рикошет, да. Никита Емельянов. Никита Емельянов, конечно же, забил. Удар не получился таким Угавтадзе точным. Снова Денисов. Снова разыгрывает угловой. Ищет кому отдать. 2-3. 2-3. И это Артур Мелконян. Но интересно, на кого запишут. Там был небольшой рикошет. Ну вот смотрите, от Упалева мяч-то залетел по-хорошему. И при желании могут записать на автогол. Парадинский разбег. Смотрит на Сукотина. Удар. 3-3. Филиппе Парадинский забивает свой, который уже мяч в этом сезоне. Сколько он забил. Это его 66-й забитый мяч в этом сезоне. Сумасшедшая статистика футболиста. И сразу опасный момент. 4-3. Рафаэл Бруно. Дубль. Андрей Павлов не стал сам бить. Выкатил. И Рафаэл Бруно ударил под перекладину наверняка. Тут и Альберт Цайдер. Может быть, если бы он остался на месте, попробовал бы реагировать по мячу. Может быть, и спас. Завершу после удара Батырева. Будет желтая карточка. А у него вторая, вторая, по-моему, Карелина. Будет удаление. В меньшинстве остались ухтинцы. Но до него передача только сейчас дошла Гавтадзе. Тут голевой момент. Вот. Пробросился в центр. Бьет с левой. Несколько сантиметров не хватило. Так. Бар. Пенальти. Было касание. И будет удар с точки. Смотрим повтор. Парадинский против Цайдера. Цайдер не раз спасал команду. Но в этот раз он ее не выручил. 5-3. Филиппе Парадинский. Дубль. Сначала с 10-метровой отметки. А теперь и с пенальти. Пробил наверняка Филиппе Парадинский. Ну и не угадал. Альберт Цайдер. Выносил мяч так, что мог легко футболисту Тюмени попасть. Нужно было забивать. Владимиров. Бьет по воротам. Щурок спасает. Мяч выскочил. Ну тут сэйвище щурка. Но игра. Игра приобретает такой характер. А что? Гол все-таки засчитали? Да. Отправляется мяч на центр. Опять же тоже нам надо увидеть этот момент. Гол был засчитан. Счет 5-4. 6-4. 6-4. Филиппе Парадинский. Смотрим. Бруно. Мяч прошел мимо Гавтадзе и Мильянова. Цайдер не сыграл на выходе. И мяч в воротах Тюмени. Сопротивление и борьбы. Итак, ухтинцы сегодня побеждают со счетом 6-4. Хитрик у Парадинский. Дублю Бруно. Аплодисменты. 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 Продолжение следует...